Завод плавленых сыров, так называемый, и там по сути дела... Короче, ты тот завод готов забрать и сделать там производство. Там надо делать музей народного творчества в том заводе, это мое личное мнение, потому что он слабенький. То есть он нам не нужен? По сути, по сырьевой зоне есть? Не по сырьевой, мы людей готовы сюда забрать. Завод, он когда-то создавался для того, чтобы отходы молочного производства переваривать плавленый сыром. Сегодня, конечно, все предприятия технологичные, отходов как таковых нет. Но там коллектив, там накопились одолги определенные, с ними что-то надо делать, прежде всего. А как завод сам, он небольшой, там практически перерабатывается 15-20 тонн молока в сутки всего лишь. Я думаю, там пределы человек 80-80. Меня больше всего волнуют люди. Люди получают на треть зарплату там ниже, чем у тебя. Они с удовольствием придут сюда работать. В этом и смысл, что мне кажется, что то, что мы можем сделать, мы можем забрать людей. Подумайте, прикиньте. Знаю, что у вас не хватает здесь 60-70 человек еще. И их вы вынуждены, может, даже из Бреста возить, как мне докладывали. Есть у нас завод плавленых сыров. Вы это знаете. Конечно, сравнивать тот завод с этим ни в какие ворота. Поэтому, если Александр Михайлович возьмет на себя этот груз и заберет сюда людей, обеспечит выпуск той продукции, которую выпускает ваш тот завод и будет смотреть за сырьевой зоной, то мы пойдем на то, чтобы на той площадке создать что-то новое. Может, даже поменяем направление, а сюда переведем людей, которые захотят, конечно. Поэтому с ними поручил поработать, договориться, если люди хотят. Я думаю, с удовольствием пойдут, потому что у вас и зарплата на 30% выше, чем там. Вот построили хороший новый завод. Не будет молока, значит, не будет работать завод. Поэтому надо вкладывать им молоко, надо смотреть за этими колхозами, совхозами, которые у вас есть. У Савушкина продукта их 144, здесь 23 колхоза, совхоза. Я настаиваю на том, если переработчик, частный, государственный, неважно, ты должен перерабатывать молоко и смотреть за колхозами, совхозами. Если ты будешь заинтересован в развитии этих колхозов, совхозов, этой сырьевой зоны, значит, будет хорошо крестьянам и будет хорошо вам. Вот такая вот система. Поэтому было принято решение поддержать Александра Михайловича Машенского в строительстве этого завода, предоставить ему сырьевую зону с условием, что она будет развиваться. Этим путем мы будем идти. Два-три года мы должны всю Витебскую область перестроить под эту систему. Система выстроена, она должна дать результат. Губернатор обещает, что результат будет.